Вот и дожили мы до такого состояния, когда любое незапланированное собрание Государственной Думы, Совета Федерации или Совета Безопасности России вызывает у населения неосознанный страх и ужас. А вот на минувшей неделе, буквально вчера, в пятницу, было запланировано незапланированное заседание Государственной Думы, Совета Федерации и одновременно Совета Безопасности Российской Федерации. Народ, конечно, уже глухо забармотал о ядерном ударе, о коронации Путина, о мобилизации, о прочих ужасах, которые так и витают в сознание нашего населения. Но надо вдуматься, самое главное, в то, что любые внезапные действия наших властей вызывают у нас в первую очередь тревогу. Мы не можем знать заранее, как же еще позаботится о нас наша дорогая избранная нами же власть, какие еще забавные вещи она придумает нам, чтобы нам не скучно жилось. В общем, конечно, ситуация более чем абсурдная. Как ни странно, в этот раз пронесло. Тут, говоря словами классика, все кровопролитие ожидали, а он чижика съел. Чижиком в этот раз оказался Дмитрий Рогозин, которого попятили из Роскосмоса. Ну, не обошлось и без повышений. Вице-премьером правительства Российской Федерации сделался вчерашний министр торговли и промышленности Денис Мантуров, который, впрочем, сохранил свой прежний пост. Были и, на мой взгляд, важные заявления вчера в Государственной Думе, выступая перед депутатами, которых вообще непонятно зачем собрали, если честно. Видимо, просто для тренировки. Денис Мантуров сделал очень примечательное заявление. Федеральный министр правительства заявил о том, что Россия уходит от политики рыночной промышленности и переходит к политике промышленности технологического суверенитета. Что бы это ни значило, но на этот переход Денис Мантуров отводит самому себе аж целые 20 лет. Дескать, раньше не приходите, не спрашивайте о результатах и ни о чем не беспокойтесь. Собственно, Денис Валентинович не понаслышке знает о всех прелестях планово-распределительной экономики, которые он так жаждет. В детстве ему довелось вкусить всех плодов обкомовских распределителей, колбасок и икорки в баночках. Папа Дениса Валентиновича был первым секретарем горкома ВЛКСМ города Мурманска. И Денис Мантуров знает, о чем говорит. Тем временем, Владимир Путин собрал отборных соратников из числа постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации и провел с ним некое закрытое совещание о состоянии дел в регионах, еще о чем-то таком, об обороноспособности, как обычно. Естественно, мы не знаем, о чем говорил Путин, с кем говорил Путин, но мы абсолютно уверены, что речь шла исключительно о благе россиян, о том, как бы сделать их жизнь вольготнее, сытнее, спокойнее, ну и вообще о благе великой России. Впрочем, вернемся из тревожной Москвы в не менее тревожную Башкирию и окинем взором события, которые происходили на нашей малой родине. Самые яркие новости региона на минувшей неделе генерировали силовые структуры. Судя по всему, правоохранители решили окончательно утвердить Радио Хабирова рекордсменом среди губернаторов по части количества арестованных или подследственных соратников. На минувшей неделе силами Федеральной службы безопасности и Следственного комитета был задержан глава города Довлеканово Вячеслав Гапоненко. По версии следствия, он злонамеренно оприходовал и принял работы некондиционных очистных сооружений в том же самом Довлеканово, обеспечил подрядчику получение 89 миллионов рублей и тем самым нанес не только ущерб бюджету города, но еще и поставил под угрозу жизнездоровья граждан. Вячеслав Гапоненко арестован судом на два месяца, следствие продолжается, но я бы отметил то, что насколько удивительным образом это дело похоже на дело Беляева-Кучербаева. Кстати говоря, прокуратура на минувшей неделе окончательно утвердила обвинительное заключение в адрес этих двух злодеев. В общем, мы получаем сейчас в Башкирии два абсолютно одинаковых уголовных дела и будем с любопытством следить за тем, как они будут развиваться. В минувший четверг сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по ОРБ явились в Министерство транспорта и дорожного строительства. Я бы сказал, что наконец-то явились. Услышали они, как говорится, глаз народа. Сотрудники МВД изъяли документацию, ряд контрактов муниципальных. В том числе, по моим сведениям, интерес полицейских вызвали контракты с некой ООШечкой под названием Кизил-Дорстрой. Откуда берутся такие названия, это отдельный разговор. Но это очень любопытная ООШечка. Эта ООШка получила от Управления дорожного хозяйства Минстроя РБ, от господина Шамхалова, несколько контрактов на сумму примерно 162 миллиона рублей. И работы по ремонту дорог велись в Баймакском и Чилинском районах Республики Башкортостан. Уж не знаю, чем там отличилась на торгах и в конкурсных процедурах ООШечка Кизил-Дорстрой, но вот генеалогия у этой ООШечки очень интересная. Учредитель и директор Кизил-Дорстрой некий Артур Хакимов. Ну, скажете вы, и что? Но любопытно то, что он же директор ООО Битум-Ойл, того самого головного предприятия господина Булышева, которое его, собственно, и привело в кресло министра транспорта и дорожного строительства. Ну, наверное, здесь ничего необычного есть. Нет, наверное, здесь просто совпадение. Наверное, действительно, вот это вот Кизил-Дорстрой, безусловно, очень уж ответственная и качественная компания, которая выиграла все конкурсные процедуры. Но давайте все-таки отрезо смотреть на вещи и посмотрим, в каком состоянии наши дороги, в том числе в Баймакском и Чилинском районе РБ. И все-таки предположим, что у сотрудников МВД были основания изымать эти документы. И будем очень надеяться на то, что они выявят все эти цепочки, всех вот этих вот Шамхаловых, Булышевых и всю-всю вот эту вот комарилью Министерства транспорта и дорожного строительства, не дадут им ускользнуть, а самое главное, не дадут им откупиться, потому что денег у них, конечно, как у дураков-антиков. С каждым днем уголовных дел в отношении членов команды Хэ становится все больше и больше. Не все из них закончились какими-то приговорами, многие из них еще длятся. Очень любопытно понять, сколько за все эти дела полагается лет в колониях, потому что у нас теперь даже за слова по 7 лет дают, так что за дела-то должны побольше давать, я полагаю. Посмотрим, вот на примере Беляева-Кучербаева, на примере Булышева, вот этого главы Довлеканова, много-много, всех не перечислить, а многих мы начинаем уже и забывать. Надо, по-моему, реестр уже составлять. Так что будем наблюдать, будем смотреть, проявится ли хоть какая-нибудь революционная законность в нашем регионе, или все решается деньгами и взятками. Помните, с какой трогательной заботой по весне Ради Фаритович поручил своим подчиненным организовать качественный, недорогой, а главное, безопасный отдых для детей в республике Башкортостан? Как яростно Ради Фаритович агитировал покупать путевки в детские лагеря именно в Башкирии, потому что это здорово, это недорого, это прекрасно, а еще и кэшбэк на карту мир вернется. В общем, умилялся я по полной программе, надо же, какая забота о детишках. Подчиненные Хабирова, а это в первую очередь Айбулат Хажин и Ленара Иванова, те, кто ответственны за эту социальную сферу и детский отдых, они, конечно, не подкачали, организовали все как надо. И вот на этой неделе мы узнали много интересного, как же отдыхают наши детки в лагерях в республике Башкортостан. Например, в одном из лагерей Обзелиловского района, предположительно он называется Уральские зори, дети регулярно избивают друг друга самым жесточайшим образом. Никто из персонала не препятствует этому всему. Дети не просто избивают друг друга, но еще и записывают все это на видео и размещают в сети интернет. Судя по всему, воспитателям и сотрудникам лагеря совершенно безразлично, что там творится с детьми, что они творят с друг другом. Но оказывается, это все не безразлично бдительным сотрудникам Следственного комитета. К моему удивлению, они занимаются не только отслеживанием антивоенных высказываний в сети, но и вот такими вот фактами. Сотрудники Следственного комитета, обнаружив видео из этого детского лагеря, инициировали проверку доследственные действия, возможно, будут и следственные действия в отношении администрации этого лагеря и вообще всех этих событий. Будет дана правовая оценка, кто там исполняет свои обязательства, а кто нет, ну и так далее. Все в том же Обзелиловском районе и также на прошлой неделе в детском лагере трое воспитанников чуть ли не насмерть отравились, накурившись некого нарготического снюса. Это какая-то такая странная смесь. К счастью, удалось их откачать, увезли в больницу. Снюс этот, оказывается, беспрепятственно продавался теми же воспитанниками внутри лагеря. И, опять же, руководителям и сотрудникам лагеря было глубоко безразлично, что там делают и что курят их подопечные. Ну, собственно, вот такого уровня безопасности и комфортности организован детский отдых в башкирских лагерях. Лично я, по своему субъективному мнению, не рекомендовал бы никому своих детей доверять подобным организациям. Но и еще очень нелюбопытно, будет ли дана оценка трудам Ленара Ивановой и Айбулата Хажина, которые вот так вот организовали детский отдых в республике Башкортостан. Почта нашего канала, как всегда, обильна и разнообразна. И тут, как обычно, мусор, дороги, стройки, произвол власти и администрации, и снова все это в различной комбинации. Жители Туймазинского района пишут, что, несмотря на то, что району уже выделено 40 миллионов рублей на покупку жилья для детей-сирот, куплено за все время в 2022 году только одна квартира стоимостью 900 тысяч рублей. Что произошло с оставшимися почти 39 миллионами рублей, жители Туймазинского района не знают, очень беспокоятся, как бы их не потратили на что-то другое. А вот жители Булгакова мне сообщили о своем намерении перенести вот эту жуткую мусорную свалку, которую мы вам показываем, непосредственно к воротам резиденции ради Хабирова, которая расположена очень близко от Булгакова, буквально нескольких километров. Жители Булгакова устали вот от этой вот свалки, постоянно действующей в их замечательном поселке. И, собственно, у меня еще вопрос дополнительный. Кстати, Радик Фаритович, Елена Анатольевна, а при чем здесь дертюлимелио вот строй? Посмотрите, как у вас в Булгаково обращаются с твердобытовыми отходами. Радик Гумеров и группа жителей дома номер 158 по проспекту Октября в Уфе жалуются на то, каким образом идет реконструкция театра кукол. Мы помним, да, с какой помпой было заявлено, что наконец-то вот мы к 450-летию Уфы отремонтируем театр кукол. И вот, в общем, пыль, грязь, шум, мусор строительный практически в шаге от квартир, буквально на расстоянии вытянутой руки. Время от времени блокируется выезд из двора, дом там очень большой, этот 158-й, это большая проблема. В общем, жители подозревают, что строители нарушают проектно-сметную документацию, хотя я не берусь этого утверждать, но вот так они мне заявили. Речь идет о том, что при строительстве, по их мнению, каким-то образом захватывается часть общедомового имущества, и речь идет о подвальных и полуподвальных помещениях. Также жители дома предполагают о том, что во время вот этого ремонта повреждены, либо видоизменены несущие конструкции здания, а этот вопрос должен, кроме того, что быть заложен в проектную документацию, еще и выноситься на общедомовое собрание, потому что несущие конструкции, как выяснилось по закону, являются общей домовой собственностью всех жителей дома. В общем, много что беспокоит жителей 158-го дома по проспекту Октября, в том числе их беспокоит и странная проектная документация. Внутри вот этого вот нового театра почему-то будут располагаться еще и апартаменты, причем, ну, достаточно обширные, видимо, не для всех, и жители дома обоснованно беспокоятся о том, что проживающие в этих апартаментах будут каким-то образом беспокоить, ну, в общем-то, этот спокойный такой архаичный дом 158 по проспекту Октября, Уфе. Альбина Саловатова, наша давняя подписчица, сообщает нам о том, что вопреки строительным правилам и законным нормам, странным образом строится дом на улице Кусимова 19, строят его днем и ночью. Шум гамм строительный раздается такой, что многим не удается ночью заснуть. Все ее бесконечные обращения к застройщику, а это трест КПД, не дали никакого результата. Возможно, нужно привлекать какую-то уже надзорную инстанцию, потому что, ну, по-хорошему, жителям соседних домов договориться с КПД не получается. Ну, и, конечно, дороги. Гульнас Латыпова из Стерлитамака просит переслать Алану Морзаеву фото дворовых проездов из города Стерлитамака по адресу проспект Ленина, дома 24, 26 и 28. Это к словам Алана Викторовича о том, что он на 100% закончил ремонт междворовых проездов. Посмотрите на этот ужас и трезво ужаснитесь. Жители деревни Тикеева недоумевают, почему при ремонте моста через реку Сим Булышев и его подрядчики, в общем, все его коллеги, не использовали битум. Дело в том, что асфальт разрушается прямо на глазах. Это свежеположенный асфальт. Он выкрашивается, и, судя по всему, все три слоя, которые там были героически уложены, в скором времени испарятся. Ну, вот, посмотрите, как все это выглядит. Завтра, 17 июля, состоится 63-й стрим «Открытой политики». Всех призываю завтра подключаться или сегодня, например, писать вопросы к стриму в комментариях к этому нынешнему видео. Это самый эффективный способ. У нас аудитория стримов стала немножко подрастать, летняя вот эта спячка заканчивается. Присылайте вопросы, подключайтесь, пообщаемся, поговорим. Напоминаю также про наш телеграм-канал. Мы там делаем много интересного, веселого, чего нету в наших выпусках здесь, в «Открытой политике». Собственные все выпуски там тоже есть. Но мы теперь там делаем всякие опросы. Очень интересный вот вчерашний опрос. Зайдите, поучаствуйте, подпишитесь. Ну, не забывайте ставить лайки везде, где это возможно. Особенно здесь у нас в YouTube. Это важно для продвижения наших роликов. Ну и материальную помощь, конечно, за которую мы безумно вам всем благодарны. За счет которой мы, собственно, и существуем. Про нее тоже не забывайте. Если вы считаете возможным, вы можете пожертвовать любую сумму. Расчетный счет мы указываем в каждом нашем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok